Итак, подведем небольшие итоги. Плюс ко всему вспомним такую штуку, как автоматизация. Давайте я лицо свое перетащу в другой уголочек, потому что вот этот верхний правый угол нам сейчас нужен будет. Итак, я как раз включила новый Photoshop. Здесь у меня никакой операции еще не сохранено. Кликаем окно, ищем, ищем операции. Вот они, операции наши. Здесь у нас есть операции, которые сделаны Photoshop по умолчанию. Нам они в принципе не нужны. Создаем новую папочку. Называем ее Manga. Первое, что нужно сделать, это у нас сделать операции для создания второго дубликата слоя JP. И плюс ко всему сделать галатацию серого. Создаем операцию. Называем предварительная обработка. Предварительная обработка. Окей. Что нужно сделать? Во-первых, делаем изображение, режим, градации серого ставим. Применить. Все, остали, градации серого. Супер. Записалось. Дальше. Вот этот слой нам нужно сделать дубликат. Создать дубликат слоя. Называем его JP. Ну или японский. Давайте по-русски пишут. Пишем yap. Окей. Yap выключаем в Envis. Выбираем слой фон. Все это записывается. В принципе, на этом предварительная обработка и завершена. То есть, допустим, смотрим у нас, какие у нас данные изображения. Разрешение 72 дюйма. Пиксель на дюйм. В принципе, для экрана монитора сойдет. Здесь нам ничего менять не нужно. Все. Первая операция готова. Ставим стоп. Выключаем. Не выключаем, а в смысле сворачиваем ее. Чтобы она нас тут места не занимала. Не занимала. Вторая штука. Вторая операция. Назовем ее чистка белого. Чистка белого. Окей. Здесь нам нужно выбрать наш слой фон. Он уже выбран. Но если у вас еще не выбран слой фона, то нужно на него нажать все-таки. Кликаем выделение. Цветовой диапазон. Кликаем на белый цвет. Выбираем поменьше цифру, которую вы до этого уже выбрали желательно. То есть вы до этого проверили все цветовые диапазоны, все разбросы и выбрали тот, который вам больше всего подходит. Мне здесь подходит цифра 15. Кликаю ОК. Далее уровнями. Контрол-Л. Делаю уровни вот эти вот поменьше. Вот это все беленько становится чисто беленьким. Вот так вот. Окей. Выделение. Убираем. Все. Сдача закончена. Выключаем, устанавливаем нашу операцию. Чистка белого у нас тут произошла. Смотрим. До, после. Да? Ну, в принципе, тут у нас без уровней увидеть что-то сложно. Ну и ладно. Следующее, что мы можем делать, какое действие мы можем автоматизировать. Это у нас контурная резкость. Кликаем новую операцию. Пишем контурная резкость. Окей. Делаем. Значит, выбран у нас слой фон. Кликаем фильтр. Усиление резкости. Контурная резкость. Здесь я решила вот такие цифры поставить для моей манки. Они как бы особо сильно не затемняют лишние серые оттенки. И слишком много, ну и не слишком резко получается. Но при этом как бы линии становятся более черненькими. Кликаем окей. Он это дело запомнил. Запомнил со всеми теми цифриками, которые вы там до этого поставили. Дальше. Дальше можете снова поставить стоп. И последнее, что нам осталось сделать, это чистка черного. Чистку черного каждый делает по-своему. Я, допустим, сделаю так, как я для этой манки делаю. То есть, создаем новую операцию. Называем ее чистка черного. Чистка черного. Окей. И поехали. Здесь я сделаю следующим образом. Кликаю. Во-первых, мне нужно будет слой сделать. Проверочный слой. Новый корректирующий слой уровней. Сделаем. Окей. Бегунок беленький тащим вот в эту сторону. Чтобы нам было видно все, что мы делаем. Выключаем этот слой. Включаем обратно слой фон. Дальше здесь делаем выделение с тобой диапазон. Выбираем черненький разброс. Тридцатка сойдет для этой манги. И берем инструмент сразу же. Вот это вот затемнение. И давайте сделаем его побольше. Вот этот размерчик. Вот такой примерно. Ну и вся, допустим, кликни, чтобы у нас размеры тоже у нас сохранились вот здесь. И на этом все. Делаю стоп. И вот отсюда уже начинаю ручками работать. То есть, допустим, у нас здесь такая страница, где, допустим, вот в этом месте я затемненькое не буду. То есть, я все сверху вот это вот затемню. Вот это вот сверху. Все. Вот это вот все. А вот то, что снизу, уже ручками пройдусь, чтобы у нас вот эти вот серые оттеночки у нас не заделись никак. Вот. Слой уровня мне нужно будет для того, чтобы проверить, насколько хорошо я затемнила свой черненький. Как видим, что я что-то не очень хорошо затемнила. У меня почему-то то ли сломался этот самый инструмент, то ли что, потому что он... А, тут у меня средние тона написано. Вот оно в чем дело. Надо было тени нажимать. О, вот теперь супер пошло. Вот теперь хорошо пошло. Пошло затемнение. Ну, ладненько. Это уже к другой теме относится. Так, на этом пока что все. Значит, в принципе, операции мы все записали. Теперь можно эту страничку закрыть. Сейчас я ранять не буду, потому что я уже для этого ее сделала. Еще раз. Открываем теперь кучу страничек наших. Открываем их сюда. Давайте закроем вот это вот. Сейчас, секундочку. Закрывать вот это вот. Нам это не нужно. Открываем все наши странички манги. И все, что осталось нам теперь сделать, это выполнить все эти операции. Кликаем файл. Кликаем автоматизация. Пакетная обработка. Все наши открытые... Все наши открытые... Как это называется? Открытые файлы. Источник открытые файлы. Выбираем, что нужно выполнить. Операции манго. И какую конкретно обработку. Сначала делаем предварительную обработку. Окей. Все файлики стали в градации серого. У всех появился слой. И у всех выделен слой фон. Следующая обработка. Это у нас будет чистка белого. Чистка белого. Окей. Идет чистка белого. Та же самая быстренькая. Дальше идет контурная резкость. В принципе, вот эти все операции вы можете в одну большую операцию засунуть. Но просто если вы с многими мангами работаете, то иногда лучше, когда у вас отдельно такие операции находятся. Ну, в общем, тут вы же сами решаете, какие операции вам конкретно нужны. Делаем дальше контурная резкость. Окей. Сделана контурная резкость. Далее автоматизация основопакетной обработки. Делаем чистку черного. Окей. И теперь все странички, которые у меня здесь открыты, они готовы к тому, чтобы я уже отсюда начинала уже работать руками. То есть до этого все вот эти вот вещи сделал мне просто компьютер и сохранил мне кучу-кучу времени. Вот. Отсюда начинаем уже работать сами ручками. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует...